Давайте попробую ответить на вопросы о все тех же самых кредитных учреждениях или государстве. Вот очень многие сегодня, и я тоже, испытывают ужас от того, что творится в бюджетных организациях. Но ведь на самом деле, правда, у нас же существуют абсолютно нормальные понятия. Например, нормальные понятия о том, что бюджет надо доить, контору надо раздаивать. Но я уж не говорю о том, что доить, это дает корову молоко, это сугубо материнский образ. Потому что государство, организация, бюджетная, небюджетная, банк и кредит воспринимаются как материнские структуры. Как структуры, которые обязаны кормить ребеночка, желательно хорошо кормить, то есть всемогущие кормить, так, чтобы исполняли все его желания. Но при этом, как назло, почему-то кормить не хотят и сопротивляются. И от этого только берет азарт, как вот в этом сновидении молодого человека, по той простой причине, что... Ну как же, они же родители, мама, она мама, поэтому она должна кормить. Не страшно, потому что если я не смогу отдать маме кредит, то тогда она со мной ничего страшного не сделает. Ну правда, но не отнимет же она у меня квартиру, не пошлет же ко мне бандитов, не убьет же. Ну, в лучшем случае отшлепает. И я бы сказал, что вообще говоря, проблема сепарации от матери, это проблема нашей современной инфантильности вообще. Нашего отношения к, видимо, пожизненному в России, отношения к государству и к всевозможным его конторам тоже. Они дойные коровы, мамы, которые, в общем, все поймут и все простят. Почему этот сон, почему я трактую так однозначно? Как раз ровно по той причине, что его этот сон, как он пишет и, как я читал, несколько дней волновал. Волновался, была тревога, все время вспоминал образы этого сна. Он так волновался, потому что это его собственная теневая сторона, как совершенно справедливо пишет Наташа. И он ее в себе признавать не хочет. Но в чем-то, как ни странно, покойному брату, который очень лихо этим пользовался, бессознательно даже завидует. Не развили. Устанавливает размер. Иногда как бы вот отрубает ноги, отрезает. Заставляет жить по стандарту. И так всю жизнь, говорит ответ на загадку сфинкса. Кроме всего прочего. Вот всю жизнь. Всю жизнь я буду тебя грызть. И вот тогда, что пытается сделать, вообще, что может сделать мужчина для того, чтобы... Что делает Эдипс со сфинкс? Ну, в общем, он ее перехитрил, правда? Как может перехитрить мужчина хищный материнский образ? Если учесть, что он очень близок к прокрусту. И действительно подделывает под себя. Ну, в частности, тот аспект, который мы не обсуждали, он пытается создать, или он должен создать, собственное царство. Правда? Мужчина строит нечто вроде собственного маскулинного царства. Иногда это царство физическое, загородный дом. Иногда это царство ментальное. Уж простите, серебряные нити. Вот благодаря Саше я какой-то попытался построить в программе ментальное царство. Правда, обычно это царство именно маскулинное. То есть, мужское. В нем играют решающую роль именно мужчины. Про нас, про серебряные нити, это сказать, к сожалению, невозможно. Для меня именно в связи с тем, что огромное количество вещей, о которых мы говорили, так или иначе, стремление к комфорту, там, я не знаю, уехать на отдых куда-нибудь и там пьянствовать все время. Они настолько инфантильные, что говорить о создании таких мужских царств приходится довольно редко. Хотя несколько таких царств я знаю. А вот в гараж. Совершенно точно крылья. Но я имею в виду не обязательно такие, настолько маленькие царства. Я имею в виду, что, например, и мне кажется, это важно. Вот на самом деле, если бы не изволила, не снизошла и не прилетела бы Абсара Ионна, то тогда мир НИИ-чего в понедельнике начинается в субботу. Это сугубо мужское царство. Если вы вспомните, там, не знаю, 9 дней одного года, моду на физику, то вы вспомните, что НИИ, самые разные НИИ, они были такими мужскими царствами, где мужчины в основном общались друг с другом. И такое бегство от женского начала в понедельнике начинается в субботу, начинается в субботу очень заметно. И поэтому, да, как бы, когда они ставили чародеев и писали для них сценарий Стругацкий, они были просто вынуждены придумать любовную историю, женщину-заместителя директора. Как бы, никуда от этого не денешься, потому что и НИИ в целом, и отдельные лаборатории, помните, в понедельнике начинается в субботу, там, вот, есть, я помню, лаборантка Элочка, там, в общем, больше особо женщин нет. И никакого отношения к гомосексуализму это не имеет. Или имеет только в некотором классическом смысле. В некотором классическом смысле. Потому что, например, Академия Платона и Сократа, это, конечно, было сугубо мужское общество. И мы знаем прекрасно, что они традиционно, большинство из них было или гетеросексуалами, или гомосексуалами. Но, на самом деле, еще один вариант мужского царства, да, это продвижение по армейской службе. Военная служба, ФСБ, политика, по преимуществу мужские царства, где каждый пытается построить некоторую свою нишу. Да, ну, Галинка, не только у вас в институте, и не только физику. Понимаете? Ну, в общем, я сейчас имею в виду построение именно мужских царств. И поэтому в этом сне про загадочный дом, как к политике гендерной относиться. Смотря какой. Бывает разная гендерная политика, Крыгал. Сейчас, давайте мы, не так сразу про Савченко. Понимаете, какая штука? Тут есть очень сложная история, потому что... Я все время пытаюсь объяснить, что мы говорим о женском начале. И для того, чтобы ответить на ваш вопрос, что такое Савченко, мне нужно знать, как минимум, что я снится вам. То есть, мне нужно знать лучше, о чем идет речь. Потому что... Первое. И это все может быть... Совершенно точно, Галинка. Во-первых, потому что это все может быть гиперкомпенсацией. Когда-то ущемленного, обиженного, задетого, например, отцом. Женского начала. Это может быть просто отсутствие отца. Видите, я даже на этом уровне вопрос не знаю. И, наконец, это может быть, так ведь бывает, мужик в юбке. Мы же всегда говорим, что женственность и мужественность относительны. Если я найду какие-то подтверждения, например, того, что... Вот Крыгал Жандарк, нет, она не сама строила царство. Ее, как вот в этом следующем сне, вела некая сила или некий голос. Она в этом смысле была очень и очень девочкой. И царство она не строила, она его спасала. А это очень женская позиция. А я предлагаю посмотреть на Веласкеса. Кто знает эту картину? Один из самых знаменитых шедевров живописи мировой. Это единственный автопортрет Веласкеса, написанный за 4 года до его смерти в 1656 году. Дело было в Испании, которая тогда была владычицей практически всего мира. И кроме того, что она была владычицей, самое главное, южноамериканских колоний, европейских колоний. Веласкес рисует кого-то, кто стоит за нашими спинами, за спинами зрителей. Мы их не видим. Между нами как бы прозрачное зеркало. Веласкес рисует себя в зеркале. И вон там за его спиной в центре висит зеркало, в котором как бы отражаются те люди, которых он пишет. И это, видимо, Филипп IV, король Испании. И его жена. Которых он на самом деле практически никогда, особенно вместе, не рисовал. Существуют отдельные портреты. Художники, надо сказать, ну история такая пушкинская. Содержали его на очень небольшие деньги. Не было каким-то таким, знаете, суперслужбой. Веласкес очень любил эту девочку. Очень часто ее рисовал. И очень часто рисовал карлиц. Эта карлица была ее реальной воспитательной. Карлица справа. Немолодая дама, которая демонстрирует в том числе медаль, которую она получила за воспитание инфанты. Карликов и карлиц при дворе Филиппа было очень много. И Веласкес очень часто их рисовал. Почему? В Испании тех времен, не во Франции, а в Испании, изобрели самые жесткие, в том числе и придворные ритуалы. В прямом смысле и в переносном этого слова, самую жестко регламентированную одежду и стиль одежды. Достаточно сказать, что в те годы был изобретен мужской корсет. Даже работать без этого корсета, например, Веласкес не мог. Ну, потому что он работал во дворце. Вот видите, одна из фрейлин слева подает девочке воду. То есть девочка фактически не могла взять воду сама. Поскольку у нее была искусственно абсолютно выпрямленная спина, должен был быть воротник, держащий шею. И абсолютно неподвижная юбка, как в танке. И невероятно разработанный, очень подробный ритуал, почти талмуд, того, как каждый шаг поведения в обществе, поведения при дворе. Ну, понятно, что этот ритуал позволял справляться с огромной империей. Зачем такие ограничения? Ну, вот, я думаю, что эти ограничения, именно ограничения, всегда и позволяли справляться с... Всегда были необходимы власти. И, конечно, это тень про Круста, несомненно. Они все находятся в системе материнских ограничений. Все это оставляет человека, не могу сказать ребенком, могу сказать, оставляет человека жить с ощущениями того, что невозможно освободиться от материнской опеки. Глаз большого брата – это что-то похожее. И вот это прозрачное зеркало, которое между королем, между нами и Веласкесом, такое впечатление потрясающее, что он смотрит на потомков, надеясь на то, что они его поймут и освободят из этой ловушки, в которой оказался он, замечательный инфанта, замечательные живые фрейлины. Ловушку этого олицетворяют, конечно, король с королемой. Между прочим, сейчас я... Там надо посмотреть в разделе, у которого вопросы к доктору, там есть такие сны. Кому снятся вампиры чаще всего? Преследователи. Ну и разные другие чудовища, которые высасывают кровь. К тому же, кому снятся и драконы тоже. Тем самым пассивным мечтателям, которые в жизни мечтают о простом счастье, о строительстве неких риперных точек, четырех для тех, кто ходит на Таро. Понятного счастья, ну там брак, загородный дом, что там еще, банковский счет, жена. Не наполняя его никаким смыслом. На самом деле, вот единственным смыслом, заполняющим материальность для таких мужчин, оказываются вот эти самые пассивные мечтания. Ну вот я построил шикарный загородный дом, там я, наконец, сяду к телевизору, включу футбол, возьму пиво. Или посмотрю ужастик, что является практически автоматическим заменителем. Это то самое, да, там, мы много раз говорили, самонаказание за пассивность. Хотя вроде бы он активен, и все хорошо. Но вот этой задачей внутреннего смысла, да, он ограничивается средствами. Все остальное оставляя фантазия. На самом деле, человек самостоятельно отрезает у себя энергию, и тогда его энергия превращается в то, что Юнг называл автономным комплексом. Он отрезает у себя энергию чувств, ту энергию, которой был так переполнен Веласкес. И она оживает в виде чудовища вампиров в универсальном смысле. И человек с наслаждением наблюдает там за жизнью вампиров на экране по той простой причине, что обнаруживают те мифологические создания, которые эту энергию отняли. Что такое вот это простое мужское царство? Это как теплый, необыкновенный дом и сновидение в начале разговора. Это что-то, в чем все понятно, все просто, и не нужно ничего чувствовать. Ну, давайте еще раз. А что такое ритуал или вот это пространство существования, которое свое царство, которое строит себе мужчина? Ну, это некая матка, клетка, которую он строит себе сам, с удовольствием. Дальше он однажды в какой-то момент жизни все равно чувствует необходимость выйти за пределы этой клетки. Но не понимает, никак себе не может объяснить, что это такое за чувство такое. Как ни странно, первое, что нужно искать в мужских сновидениях, это материнскую фигуру. Это фигуру того, как фигуры, то есть на самом деле на картине Веласкеса, ключевыми в этом смысле. Кажется, фигуры короля с королевой, отражающиеся в зеркале, по той простой причине, что они есть материнский комплекс или тело Великой Матери, которое художник преодолевает. И уверяю вас, что это тело в сновидениях будет всегда. Второе, что мы с вами сегодня обсуждали, это проекция. Мужские сны полны проективных фигур. Которые всегда являются бесконечными образами, в основном своего самолюбия. Мы с вами много раз говорили, что мужчина должен быть фигурой активной и должен жить в преодолении. Так он устроен биологически. В картине обязательно будут образы всемогущества. Орел, рыцарь и дракон. И только уже потом, после, далеко после самолюбия и вот этих всех его проблем, выхода из какой-то материнской удерживающей силы, только тогда имеет смысл говорить о сексуальности, поисках удовольствия и всего остального. На самом деле, мужчина хочет быть всемогущим. Я много раз говорил о том, что футбол – это модель обладания всеми женщинами. Мужские сны всегда посвящены мужскому самолюбию, всегда посвящены способу сепарации, способу отделения от образа великой матери. Поскольку именно в этом самолюбие и реализуется. Во-первых, картина не сон. Всемогущество – это свойство великой матери. И это король с королевой. Проекция – это поразительная картина. В ней проекция все, потому что он как бы смотрит на нас через стекло. Он на нас что-то пытается проецировать, проецировать свою надежду. Проекцией можно считать все, что угодно. Проекцией осознанной женственности являются фигуры Менин, Фрейлин и Инфант. И самой Инфанты. Это проекция его души. Это его. Это в отличие, я думаю, от многих других картин, которые мы обсуждали. Это его свет лежит на их душах. Причем здесь, что художник в тени? Источник света сам может находиться в тени. Потому что его мало. Мало его света. Мало надежды на него. И надежда есть на нас, на потомков. На том, что мы сохраним этот свет, поймем этот свет и полюбим этот свет. Что такое всемогущество? В самом широком смысле этого слова – это тот, кто предлагает принять на себя ответственность за меня. И принимает. И мне это удобно, когда я передаю ответственность ритуалу, в самом широком смысле этого слова. И вот если я проецирую ответственность, то для меня светом становятся фигуры короля и королевы. И я рисую парадный портрет. А если я принимаю ее на себя, в том числе ответственность за души потомков, может он это делать? Нет. Конечно, не может. Боится и понимает, что умрет за 4 года до смерти нарисованных. Я думаю, хватит на сегодня. Продолжение следует...